В этом доме на углу Большепушкарской и Веденских улиц долгие годы жил великий русский ученый, физиолог, первый российский Нобелевский лауреат Иван Петрович Павлов. Это были очень плодотворные годы. Он поселился в этом доме вскоре после того, как стал профессором и появилась возможность снять большую квартиру. Сначала квартира была на первом этаже, потом более удобная на втором. Здесь он прожил с 1892 по 1918 годы. И, как пишут сомпривенники в книге «Петербург» Ивана Павлова, Иван Петрович в то время был крепким человеком, необычайно выносливым физически, первоклассным ходоком, за которым трудно бывало угнаться. От своего дома до военно-медицинской академии на Выборгской стороне 4 километра и до Института экспериментальной медицины на Петербургской 3 километра ходил чаще всего пешком. Отправимся в Институт экспериментальной медицины и мы. Мы находимся около Института экспериментальной медицины, основанного принцем Александром Петровичем Альденбургским в 1890 году. И в 1891 году уже была образована лаборатория физиологическая, которой руководил Павлов. Работал он здесь с 1891 по 1936 год. И за исследования, проведенные здесь, в 1904 году он получил Нобелевскую премию. Редактор субтитров А.Семкин Международному конгрессу физиологов по инициативе академика Павлова был открыт фонтан, памятник собаке. Здесь он украшен барельефами с надписями и маскаронами. И есть четыре доски с барельефами, с высказываниями академика. На барельефах постамента нанесены надписи с лицевой стороны. Пусть собака, помощница и друг человека из доисторических времен, приносится в жертвы науки. Но наше достоинство обязывает нас, чтобы это происходило непременно и всегда, без ненужного мучительства. С правой стороны, разломав штукатурку и сделав из нее пористую подстилку, собака подсказала экспериментатору прием, благодаря которому истекающий из искусственного отверстия поджелудочный сок не разъедает брюхо. С тыльной стороны, собака, благодаря ее давнему расположению к человеку, ее догадливости, терпению и послушанию, служит даже заметной радостью многие годы, а иногда и всю жизнь экспериментатору. С левой стороны, вылизывая у своего сородича загноившуюся на шее рану после глубокой операции, собака спасает его от смерти и сохраняет для дальнейших научных исследований. Перед нами здание физиологического отдела, в котором Иван Петрович Павлов проработал около 45 лет. Слева мы видим знаменитую башню молчания. Это лаборатория, выстроенная в 1912-1914 годах. Камеры в ней звуконепроницаемые, сделаны так для того, чтобы академик мог проводить эксперименты с собаками по изучению условных рефлексов. Бюст Ивану Петровичу на этой аллее появился в 1989 году. Это фонтан, поилка для собак. И сверху, показано две собаки, одна у другой вылизывает рану для того, чтобы она зажила. Камеры 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 Здание библиотеки института было выстроено в 1911-1913 годах архитектором Люцидарским. А майоликовый портал был сделан архитектором Покровским. Сделан был в 1911 году для гигиенической выставки в Дрездене. В советское время был в мир герб и архангелы, поддерживающие его. И восстановлены они только после реставрации, выполнены в 2012 году. Слева и справа От входа установлены доски, на каждой из которых написана библиотека Императорского института экспериментальной медицины, открыта 21 февраля 1913 года в память 300-летней годовщины царствования дома Романовых. А на второй доске мы можем прочитать здание соржено во время попечительства основателя института, его высочества принца Александра Петровича Альденбургского. При директоре под Высоцком на средства пожертвованы бывшим директором института Виноградовым. Добрый день, меня зовут Мазинг Зоя Юрьевна. Я являюсь ведущим библиографом библиотеки Института экспериментальной медицины. Я рада приветствовать вас в наших стенах и расскажу немного об нашей библиотеке, об истории, о современном ее состоянии. Наша библиотека была организована в 1890 году. Собирал коллекцию, начал с ней работать и, собственно, организовывал процесс библиотеки Ушаков Василий Гаврилович. Параллельно он занимался вопросами бешенства. Первые 500 томов нашей библиотеки подарил нам принц Александр Петрович Альденбургский. Книги сначала пытались расставить по тематике, как это принято во многих библиотеках, но потом поняли, что слишком много тем. И некоторые темы пересекаются. Например, не хочется про какие-то страшные вещи рассказывать. В течение каких-нибудь заболеваний у детей. На что ставить? На детей или на наименование этого заболевания? Поэтому у нас книги расставлены по мере их поступления. Также это все сохраняется. То есть по инвентарному номеру. Василий Гаврилович сразу начал понимать, что нужно отдельное здание для библиотеки. Потому что в старом усадебном доме было печное отопление, что опасно для книг. И, собственно, здание было деревянное, тоже пожароопасное. Поэтому он начал писать в дирекцию. Принц он писал обращение о том, чтобы построить отдельное здание для библиотеки. К 1913 году это здание было построено. Средства выделил и институт. И директор отказался. В тот момент имбил микробиолог Виноградский Сергей Николаевич. Он отказался от своего жалования. И на эти деньги, собственно, тоже было построено здание. Здание строил архитектор Люцидарский, который был придворным архитектором принца. Поэтому, собственно, он и занялся этим вопросом. Наш портал принимал участие в Дрезденской гигиенической выставке 1911 года. Что же тут у нас осталось от Люцидарского? Собственно, это дубовый тамбур, который отсеткает холодный воздух. Сверху световой фонарь и над тамбуром тоже стекло. Таким образом, там всегда туда проникает дневной свет. Это не темное помещение. То есть архитектор об этом подумал и смог вот так спроектировать. И вообще о свете, о проникновении света в библиотеку очень много было продумано. Также у нас осталась метлаховская плитка, которая во многих зданиях на Петроградской стороне присутствует. Вот такая интересная вещь. Ее использовали обычно для каких-то туалетных комнат, для уборных, для чердаков. Чтобы свет проникал, но тепло удерживалось. Такое вот ее назначение. Они есть разные формы, потому что края должны тоже как-то... Оно должно быть прямоугольное, например. Значит, край должен быть треугольный. Ну, вот такой вот. У нас тут один кусочек, но в принципе есть. Ну, здесь у нас представлена такая литография такая, как во времена Александра I, то есть на начало XIX века, люди представляли себе болезни классификацию. В центре находился здоровый человек, вот написано слово здравие, и вот она даже цветом выделена, желтая такая река, она ведет к старости, к дряхлости и натуральной смерти. Тут даже так написано. Все остальное – это вот разные состояния человека, болезни, можно найти чуму, чахотку, бешенство, водобоязни. Все вот разные состояния, куча чахоток разных. Значит, мы же говорим, как протекала болезнь. Вот, собственно, в виде рек это и было представлено. Более темные пятна – это более тяжелые состояния, более светлые, ну, более легкие состояния. Кроме того, у нас представлен вот такой стеллаж с печатными машинками. Хочется сказать несколько слов, чем занимались библиотекари в 20-30-е годы. Библиотекари перепечатывали статьи, научные труды, помогали ученым. Вот здесь печатные машинки и на русском, и с латинским шрифтом. Иногда вот домочадцы, библиотекари засыпали под стук машинок печатных, потому что копии статьи нужны были не одна, а несколько под копирку. Они ночами пытались себе заработать еще дополнительно какую-то заработную плату небольшую. Также у нас здесь шкаф с нашими инвентарями. Здесь хранятся все инвентари, начиная с 1890 года. Опись всех книг, которые к нам поступают, она здесь находится. Собственно, вот наш первый инвентарь, в котором записана первая под номером 1 копия высочайшего рескрипта о даровании императорскому институту экспериментальной медицины наименовании императорского. То есть практически с 1890 года наш институт стал императорским. И тут же запись, какие номера, под какими шифрами идут книги, подаренные библиотеке института его высочеством, принцем Александром Петровичем Альденбургским. Играет музыка. Мы с вами находимся в каталожной нашей библиотеке. Здесь находятся два каталога. Алфавитный каталог и систематический. Кроме того, здесь находится каталог авторефератов и те дополнительные материалы, которые требуются нашим сотрудникам и нам для быстрого поиска необходимой информации. Здесь у нас находится портрет нашего отца, основателя Ушакова Василия Гавриловича, которого я упоминала. И, конечно же, портреты Павлова Ивана Петровича, который тоже работал в этих стенах. В старое время здесь велась книговая выдача, здесь стоял прилавок. Мы с вами находимся в читальном зале нашей библиотеки. Зал был спроектирован с большими окнами, полукруглыми, опять-таки, чтобы много света попадало в библиотеку, в читальный зал, чтобы читатели чувствовали себя комфортно. Он имеет полукруглую форму. Это все продумал Ив Шаков, наверное, рекомендовал архитектору Люцидарскому. И сам Люцидарский, имея перспективу улицы Лопухинской, тоже спроектировал такой нам округлый зал. Здесь у нас, на экскурсиях я обычно показываю за окна фасад книгохранилища. Над каждым окном написано имя известных ученых или естествоиспытателей. Имена расположены сверху вниз, слева направо, в хронологическом порядке. То есть, если сверху будет Аристотель, то внизу будет Менделеев. Здесь же у нас, здесь работают ученые. Иван Петрович тоже здесь работал, за вот этим столом. Также могу рассказать, что сын святителя Луки Война-Ясенецкого сидел за этим столом, потому что он был сотрудником нашего института и входил в библиотечный совет. Здесь же у нас находится бюст Ивана Петровича Павлова. Работа без Павлова – это 1936 год. Здесь же были спроектированы высокие потолки, чтобы при работе с книгами хватало воздуха и было очень комфортно всем и сотрудникам, и ученым, конечно. Мы с вами находимся на первом этаже книги «Харкет». Хранилище нашей библиотеки. Что же такое попросил сделать Василий Гаврилович, заботясь о здоровье своих сотрудников будущих? Сначала он один работал. Во-первых, он попросил вмонтировать лифт для подъема книг. Лифт изначально был фирмы «Сангалий». Сейчас нам его отреставрировали. Это, конечно, уже другая фирма. Сюда кладутся книги, закрывается дверца. Нажимаем на нужную кнопочку, и книги поднимаются на нужный этаж. Очень удобно. При проектировании книгохранилища Василий Гаврилович обратил внимание на то, что библиотекари часто поднимаются на какие-то табуреточки, приступочки, лестницы. И это опасно, особенно если у тебя в руках большая кипа книг. Поэтому здесь спроектированы невысокие потолки. И протягивая руку наверх, мы можем дохиднуться до любой полки. И не надо никуда подниматься. Также напротив каждого прохода здесь стояли стационарные еловые полки деревянные. Было сделано окно, опять-таки, чтобы свет проникал. И даже если что-то случилось с электричеством, то что-то можно было увидеть. Единственное, о чем сокрушался Василий Гаврилович, что он попросил полки из ели. Потому что ель выделила смолу, и некоторые книги прилипли. И пришлось их поддирать с усилием. Здесь у нас смонтирована современная система книгохранения. Также сделана вентиляция и система пожар-тушения. Так что сейчас это современное книгохранилище получается. Но в старых стенах. Мы с вами находимся в сердце нашей библиотеки. В сейфовой комнате, где хранятся первые поступления. То есть те книги, которые подарил принц Альденбургский. Здесь же хранятся антиквариат, который к нам в библиотеку попал тем или иным способом. Иногда самые разные бывают дороги книги. Здесь же хранятся коллекции книг ученых, которые скончались. И их библиотеки были переданы нам. Кроме того, здесь у нас хранится наш прилавок, за которым была книговыдача, производилась до, наверное, начала 21 века. Именно за этим прилавком ученые получали и разговаривали с библиотекарем. И наверняка к нему подходил Иван Петрович Павлов. Это наверняка он с ним общался. Такое вот интересное. В руках у меня одна из книг, подаренных принцем Альденбургским в Софьяновом переплете. Здесь есть отметка, что это именно из книг, которые из дворца на Дворцовой набережной 2, из библиотеки Альденбургских. Здесь их экслибрис. Здесь дарственная надпись для принца Альденбургского. И вот такая вот книга на немецком языке по естествознанию. 1844 год, значит, это дар принцу Петру. Как еще можно определить, что это именно Петр? Здесь есть экслибрис Петра Георгиевича Альденбургского. Конкретно. Ну, теперь мы с вами подошли к самому интересному ящичку. Где хранятся наши самые дорогие вещи. Это высочайший рескрипт на разрешение принцу на организацию института и название императорскому. Это высочайший рескрипт написанный. Официальный. Оригиналы писем Пастера. Собственно, с чего институт и начинался. Институт начинался с Пастеровской станции, которая находилась на площади Труда. И ученые изначально начали заниматься бешенством. И стояли, съездили к Пастеру, в том числе наш Ушаков Василий Гаврилович ездил к Пастеру. И это его рекомендации по лечению бешенства. Он рекомендует увеличить дозировку, на сколько это дней. Тут конкретные раскладки по дням, что делать. Как он считает, что нужно сделать при лечении с бешенством определенного человека в переписке. И он писал принцу и нашу мучу. Вот у нас пять песен Пастера. Они переведены, они издавались. И наши в журналах. Также у нас хранится диссертация Ивана Петровича Павлова. Это его диссертация. Не нобелевская работа, а диссертация на степень доктора медицины с автографом. Это написано рукой Ивана Петровича. Это дар директору института в тот момент Сергею Михайловичу Лукьянову. 18 мая 1883 год. Вот такой у нас экземпляр хранится именно с дарственной надписью. Ну и это касательно Ивана Петровича. Ну и далее у нас хранятся книжные памятники и книжные редкости. Во-первых, это палеотипы. Вот штамп книги, полученной из бывшей больницы Германского Красного Креста. Это вот такая анатомия вязалия. Ее очень часто используют для рекламы чего-либо. Вот этого скелета в разных позах. Вот особенно вот это, по-моему, очень часто используется для рекламных. Это анатомия вязалия. Также у нас хранятся книги на китайском языке. Это старокитайский. Я так понимаю, что это трактаты о точках. Что-то из иглотерапии. Или, может быть, вообще это трактаты о человеческом теле. И как распределяются жизненные силы. И куда они униваются. А китайские студенты сказали, что это старый китайский язык. Они не могут прочитать. Нет. В начале 20 века, то есть до революции был в Китае, в командировке, приобрел эти труды. Но вот перевода, к сожалению, нет. Книги на арабском языке. Арабская медицина тоже на большой высоте находилась. Книги, ну, это нам уже переводили. Мы старались найти арабистов, которые помогут же все-таки хоть что-то понять из арабских книг. Это книга о детских болезнях. Автора тоже нашли. Ну, вот, ну, нужны арабисты, конечно. Это все надо прорабатывать, все-таки выяснять. Переводить. Но я подозреваю, что это старые языки. И это будет сложно. Но они невозможны. Также у нас есть мантры тибетские. У меня есть предположение, как они у нас появились. Я думаю, тоже трактат о здоровье и человеческом теле. В начале века, в 1930-х годах, в институт укрупнялся. И была такая идея заняться изучением тибетских трав и тибетского учения. У нас появился доктор Бадмаев такой. Он был применником известного Петра Бадмаева. Только он получил разрешение на организацию этого отдела по изучению такого наследия по Тибету. Ну, в 1936 году. В 1937 он был арестован и расстрелян. Его травы, которые он собирал и переместил уже в институт. Я подозреваю, что и эти трактаты были перевезены в институт им. Книги остались, травы остались. Слава Богу, потому что эти травы Бадмаевские спасли в блокаду сотрудников, потому что они их заваривали. Там был целый чай сушеных вот, всех этих трав. Так что институт не раз спасал жизни сотрудников. И в блокаду его в том числе. Идет все в большинстве своем на готическом немецком языке. Готический язык. Надо иметь привычку, чтобы его прочитать. Потому что это караул. Когда одна буква похожа на три. И ты понимаешь, что ты уже ничего не видишь после первой страницы. Уже ничего не понятно. В фильме он сидит промакивает. И вот у нас она есть. Это трехтомник. Великокняжеская охота, царская охота, императорская охота. Великокняжеская охота. Великокняжка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Пироговские таблицы Вот это одна из старинных книг 1688 год Такой вот переплет Костный на греческом И на латыни Там мышцы, кости в разрезе, как оперировать Кроме того, в нашей библиотеке находится серия портретов работы Харшака Александра Исаковича Которого, я думаю, уверена, что большинство его знает по работе «За что?» Называется работа, на которой изображен мальчик 4 лет, насколько я помню, раненый в 1941 году Находившийся в госпитале После войны директор Института физиологии Черниговский Попросил создать серию портретов ученых Александра Исаковича Что он и сделал Работал он по фотографиям То есть, например, Ивана Петровича он никогда не видел вживую Может быть, на каких-то там киносъемках Потому что Александр Исакович родился в 1908 году То есть, Павлов умер в 1936 Возможно, он его где-то может быть и видел Но лично, наверное, знаком не был И была создана вот такая серия портретов Это физиологи, ученики И это Павлов и его ученики Купалов, Арбели, Леон Абгарович, Анохин, Астратян И там наш директор Института после войны, Быков Кроме того, здесь находятся работы, созданные по фотографиям, опять-таки Где Павлов запечатлен в андропоиднике в Култушах И в Институте физиологии в клинике нервных болезней Конечно, Александр Исакович некоторые вещи изменил Потому что мы находили вот эту фотографию Обезьяна – это Рафаэль Известные обезьяны павловские Роза и Рафаэль – это Рафаэль Он находился в клетке все-таки за сеткой Харшак эту сетку убрал И Павлов пришел в костюме, в шляпке такой соломенной Шляпку он снял И нарядил Иван Петровича все-таки в рабочий халат Также здесь изображен тот, кто, собственно, привез ему этих обезьян из Франции Денисов такой был сотрудник, к сожалению, репрессированный в 1937 году Из Института физиологии И Павлов никогда не носил вот такой клетчатый костюм Он никогда в таком пижонистом костюме не ходил Диван оттуда, да Павлова можно узнать Но вот еще кого-то Это, по-моему, опрос больной То есть это какая-то некая пациентка А у остальных пока вот надо узнавать Это, по-моему, Крепс такой есть ученый был Это как раз Анохин По-моему, это Асратян Видимо, в очках Купалов Но надо еще поименно узнавать Конечно же, наша библиотека интересна в первую очередь научному кругу Среди наших читателей в основном, конечно же, это ученые Студенты, которые интересуются биологией, медициной Но в том числе здесь могут и поработать и обычные люди Записываться в библиотеку нашу не нужно Но единственный момент Мы не сможем дать вам книги на руки То есть вам придется поработать в нашем читальном зале Но фотографировать можно Отсканировать или откопировать на ксерокс сделать Мы поможем Единственное, надо заблаговременно договориться Потому что все-таки мы находимся в условиях пандемии Вам придется изначально созвониться с нами И договориться о визите Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Александром Петровичем Альденбургским в 1800 Нужно сначала Все, давайте Памятник собаке той, которая вылизывает рану Я не помню, честно говоря, когда он появился И что-то про него ничего толком не сказано Поэтому нам одного памятника собаке Правильно я считаю? Мы все это затеяли Я просто могу ничего там не говорить В принципе, просто у портала там Можно подойти Все, пошли снимаем портал Но в 2013 году, по-моему, произошла реставрация И они были восстановлены Вот, знаешь, опять Вперед? Еще вперед? Куда? Можно спрятаться вот там, диванчик сесть Можно сесть на диванчик вот там А, ну хорошо